В культуре основанием служит вершина. Григорий Ландау. Григорий Ландау. В культуре основанием служит вершина. Григорий Ландау. Григорий Ландау. Григорий Ландау. Григорий Ландау. Григорий Ландау. Григорий Ландау. Григорий Ланда. 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 Это единственный коллектив в городе, Углич, который занимается современным направлением в танцах. Ну, естественно, кроме школы брейк-данса. А ибо мы девочки, и нам не потянут брейк-данс просто. Мы решили пойти сюда, где джаз-фанк, где дэнс-холл, где такие направления хип-хоп, R&B. Я вообще этим болела с детства. Я смотрела клипы на MTV и вообще пыталась подражать дома. Перед зеркалом, как делают это все девочки в своем детстве. И как-то я в себе это очень быстро обнаружила. И как только узнала, что есть такая возможность пойти сюда, я, безусловно, сразу собрала вещи и пошла. Идея создания коллектива принадлежит Марине Гущиной. Именно она собрала 15-летних девчонок и заразила их модным направлением. Первое время в страйке не было ни педагога, ни хореографа. Все участвовали на равных. Потому что это действительно интересно молодежи. Потому что это мы все видим и на телеэкранах, это мы все видим, как это популярно. И понятно, что молодежь хочет этим заниматься. Мне страйк очень нравится. Он как будто для меня просто друг. А вас мальчиков почему так мало? Ну, мы только... Потому что коллектив страйк был создан для девочек. Ну, и в него еще пришли мальчики. Вам нравится, что у вас мальчики? Да, да, да. А вам нравится с девочками танцевать? Да. Но, честно, чуть-чуть нет. А почему? Тут все девочки. Я им завидую. А почему? Они круче нас танцуют. Потому что они девочки. Да. Мы хотели это именно сказать. Мне очень важно с каждого ребенка сделать личность. Очень часто бывает, что в каких-то коллективах до народного танца все должны действовать как один, на одно лицо. Это очень здорово, это очень классно. Я не говорю о синхронности танца, я говорю именно о личности. Мне хочется, чтобы в танце каждый из них представлял сам себя, и у каждого из них была своя стезя, своя личность. Чтобы они развивались как личность, чтобы они умели показать свою личность везде, где это можно было бы не только в танце, но и в жизни. Мне очень хочется, чтобы уличные танцы им этим помогали. Еще совсем недавно они прибегали к помощи интернета, просматривали мастер-классы и последовательно разбирали видеоуроки. У молодого педагога Анастасии Гуровой хореографического образования пока нет. Она музыкант-пианист, но есть опыт, поэтому танцы ставит сама, помогая детям раскрывать себя и постигать возможности тела и души. Анастасия Гуровой хореографического образования Когда они еще не понимают, где находятся бедра или, например, грудь, мы этого не привлекаем в танец. Для малышей это еще рано. Грань, конечно же, программа. Да, я написала сама свою программу по уличному танцу, и по ней мы занимаемся. Я занималась до этого в конфетти, 12 лет, а потом сюда пришла, в этот коллектив. Он заряжает позитивом, мне очень здесь нравится. Ну, я занимаюсь уже третий год, и это как моя семья, как мы... Мне здесь нравится, мне по душе здесь. Музыку Великого Баха приняли спустя 200 лет после его смерти. Поэтому, может, такие танцы нравятся, могут не нравиться, это, конечно, дело вкуса. Но поскольку я не только заместитель директора, но еще и педагог студии странного вокала «Капель», я хочу отметить, что это направление имеет право быть, естественно, уже это у нас в городе, но молодой. А так вообще в мире увлекается именно уличными танцами огромное количество людей. Сейчас такой вид направления объединяет, в принципе, весь мир. И если мы хотим быть его частью, я думаю, нам надо разделять все-таки такое направление, как современный танец. Свобода самовыражения – вот что привлекает исполнителей стрит-дэнс. Этот стиль выбирают молодые парни и девушки, свободолюбивые и креативные девчонки и мальчишки, а также их родители. Мы очень хотели, искали в городе у нас такие танцы и вот, наконец-то, нашли. Нам кажется, что, на наш взгляд, то, что они познают мир через танцы, открывают для себя что-то новое. То есть они взрослеют через это. Во-первых, они развиваются очень хорошо. У меня ребенок, да, вот ходит второй год заниматься, он дома танцует каждый день, живет от выходных, ну, от вторника до четверга, что когда будет танцы. То есть Анастасия Дмитриевна такой у нас строгий преподаватель, но они говорят, мы уже привыкли, и то, что вот она вот их держит, да, вот в жиле в такой. То есть у меня так счастлив, то есть он уже жить не может без танца. Познакомившись с творчеством коллектива «Стройк» в очередной раз убеждаешься в том, что танцы объединяют поколения. Самой юной участнице 6 лет, старшим по 20. Не прочь выйти на сцену и родители, фанаты творчества своих детей. Мы тоже танцевали в том году на Дне молодежи. Во флэш-мобе участвовали. Да, во флэш-мобе. Да, мы в этом году надеемся, что нас привлекут, мы тоже очень хотим. Ребята, а есть вообще вот какое-то любимое движение, которое вы прям вот кайф испытываете? Что такое? Наша любимая. Самое любимое, да? Самое трудное, вот что вот трудным дается? Я не могу присесть. Волна. Долго разручивали, не получалось. Есть такое движение? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Там-та-ра-там-там-шар-бар-трички-раз-два-трам-пам-пам-пам-пам-пам. Ам-там-там-пам-пам-пам-пам. Уличные танцы – это множество стилей. Хип-хоп – это своеобразная визитная карточка стрит-дэнс. Он зародился в 70-е годы в Нью-Йорке, как часть афроамериканской субкультуры. Буквально за 10 лет танец покорил весь мир. и до сегодняшнего дня не сходит ни с больших сцен, ни с улиц мировых столиц и маленьких городов. Углич не стал исключением. Придумали это совсем в Америке. Сначала был один человек, но нам Анастасия Дмитриевна рассказывала. Потом, ну, его не пустили в какой-то концертный зал. Он решил прямо на улице танцевать. И к нему начали все подбегать и спрашивать, а что это, ну, завить танцев. Он сказал, уличные танцы, и потом разлетелось по всему миру, и все начали увлекаться ими. И вы в том числе. И мы в том числе, да. Выпускницы коллектива Кристина и Нина рады, что благодаря пяти годам занятия в «Страйке» изменились не только внешне, но и внутренне. В концерте по случаю пятилетнего юбилея коллектива из-за учебы принять участие не смогли. Но не прийти и не поздравить любимую команду, которая уже как родная семья не могли. Я их безумно люблю. И столько вообще позитива и эмоций было, что это незабываемо. Мы сейчас сидели, вот и слезы уже текут, потому что новые танцы, зависть прям вот трясет, потому что зависть, но очень хочется танцевать. С ума сойти нужно. Сейчас, смотря на выступление, огромная гордость за девочек, то что коллектив стал очень большим. Они большие молодцы, танцы очень интересные. Поэтому хочется пожелать «Страйку», чтобы они росли еще больше и больше и много творческих успехов. На юбилейном концерте гости еще раз ощутили всю энергию этой хоть и небольшой, но очень талантливой команды. Самым запоминающимся и эффектным моментом стало совместное выступление воспитанников и тренера. В финале друзья и коллеги поздравляли виновников торжества, дарили подарки и искренние пожелания. Удачи, чтобы они больше росли. Ну и всего самого лучшего. Они сами все сделают. Они энергичны очень. У меня в будущем есть большая идея, что придет несколько других тренеров, возможно, из моих девчонок, на которых я уже выпустила. Возможно, они вернутся и смогли бы быть тоже тренерами нашей команды. И тогда мы могли бы создать прям большой коллектив, школу, может быть, какую-то, я не знаю. Чтобы не в Огличе только выступали, еще покоряли Москву, там, Ярославль, весь мир. И в том случае Америку. Публическую публику вы уже покорили. И теперь, как минимум, Ярославль, удачи вам, успехов. Будьте такими же юными, талантливыми, креативными. Дерзайте вместе, и все у вас получится. Дерзайте вместе, и все у вас получится. Дерзайте вместе, и все у вас получится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok